Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Что у нас по биткоину? У нас 12-часовое пробитие. Посмотрите, хорошие плотные зеленые свечи. Наконец-то мы выходим из вот этой консолидации, пробивая горизонтальное сопротивление, вот эту вот белую линию, и пробивая наклонку, наклонное сопротивление, вот эту вот тоже белую линию. Что мы хотим здесь видеть, как быки, да? Это закрепление над вот этой сеткой EMA Ribbon, которая сейчас находится в районе 39840.000. Верхняя граница и 38-39, нижняя граница. В принципе, сходятся три уровня. Посмотрите, горизонтальный, наклонный и экспоненциальные мувинги. То есть вот это место сейчас нам нужно удержать каким-нибудь вот таким вот образом, например. Или же просто пойти безоткатно наверх и удержать его позже. Вот, что я сейчас вижу здесь по биткоину. Плюс на 12-часовом мы видим, что Money Flow практически выходит из красной зоны на Cypher. Соответственно, нас ждет зеленая зона Money Flow, типа как было вот здесь, и типа как было вот здесь. Поэтому ждем хороших волн роста. Наподобие вот таких вот вполне могут сейчас нам нарисовать. Потому что никто уже этого на самом деле не ждет. Все будут фикситься и выходить. Теперь смотрите. Нас очень много просили перевести вот это вот видео. Конференцию Майкла Сейлора с Джеком Дорси. Навалите лайков нашим переводчикам, но они это сделали. Они перевели часовую конференцию CEO MicroStrategy с бывшим CEO Twitter специально для вас. Так что, ребята, мы выложим ее позже на нашем втором канале. Обязательно подпишитесь на наш второй канал по ссылке из описания. Вот он, CryptoCommons 2.0. Там мы выкладываем переводы зарубежных чуваков. Выложим ее сегодня ближе к вечеру, премьерой. А пока я вам хочу показать фрагмент этой дискуссии, где Джек Дорси говорит вообще про принцип биткоина, про уникальность биткоина и про его незаменимость. Почему он вообще должен расти и получить массовое признание? Вот. Так что давайте посмотрим, а потом вернемся к этому разговору. Многие из нас, возможно, начали свое общение с биткоином из интереса. И это привело нас на путь, где мы начали задавать вопросы, как работает мир и как он не работает. И где находятся лучшие решения к проблемам, с которыми мы встречаемся и которые наблюдаем. Очевидно, что присутствует валютный аспект, к которому я испытываю экстремальную страсть, имея... Имея... Интернет имеет нативную валюту, встроенную, которая не подчиняется решениям из Вашингтона, распространившимся и влияющим на людей до середины Нигерии, что, честно говоря, несправедливо. Но больше, чем что-либо другое, для меня было напоминанием с раннего интернета, на котором я вырос. Это было экстремально... Это и есть экстремально принципиальное. Это открытость исходного кода, работа по принципу прозрачности, отсутствие единственного лидера или создателя, самоудалившегося из формулы, достаточно на ранней стадии. Разработческая модель, исполнение и операции были достаточно целостными и не подвергающимися сомнению, и более прозрачно, чем что-либо еще. Так что самая значащая вещь для всего мира, на мой взгляд, это путь, по которому он был построен для интернета, для целого мира, и то, что ему доверяют, то, что он открыт для каждого, кто хочет принять участие. Обычно мы этого не видим в корпоративном мире, в котором стремимся жить. И я стремлюсь жить. И это дало мне много уроков и много напоминаний о том, почему интернет так важен, и что мы можем сделать, чтобы люди, приходящие в эту технологию, имели доверие к ней. И если у них есть идея, как сделать ее более защищенной, более доступной, более безопасной, то они могут посодействовать. Повсеместно очень много примеров, но для интернета наличие нативной валюты открывает огромное количество дверей, особенно для интернет-компаний, технологических компаний. Но еще более важно, для обычных людей, для активистов, для людей, задающих вопросы, для интересующихся и тех, кто считает, что текущая система, корпоративная ли это финансовая система, либо государственная финансовая система, она не устраивает их. И пришло время от нее отказаться и начать использовать то, что открыто, прозрачно и сделано для каждого. Ну и вот, как вы поняли из фрагмента, надо почаще отдаляться и смотреть на технологию, ребята. Потому что локально нас, конечно, преследуют всякие коррекции, флет на год, вот такой вот, как сейчас. Но в глобальном масштабе, вот в логарифмическом канале, в канале BeamBenz, мы с вами знаем, что мы идем наверх по модели Stock to Flow, потому что биткоин — это незаменимая нативная валюта интернета. И это интернациональная денежная система, в отличие от любой фиатной системы, которая ставит границы, политические границы, государства и так далее. Посмотрим на логарифмический канал и видим, что да, мы на самом деле находимся ближе к его нижней границе. Смотрите-ка. И средняя его часть это уже 60 тысяч за биткоин, а верхняя часть его это 150 тысяч за биткоин, и по BeamBenz даже все 250. То, куда мы потенциально можем дойти в этом цикле. Потому что хешрейт у нас уже переписал all-time high, ребята. По корреляции с хешрейтом мы уже должны быть выше 70 тысяч долларов. А с учетом денежной массы, с учетом печати денежной массы, мы еще даже не переписали high 2017 года, ребята. Мы по биткоину сейчас на этих 60 тысячах находились ниже, чем на 20 тысячах в 2017 году, с учетом дополнительной эмиссии доллара. Поэтому настоящий тузамун биткоина начнется, когда мы перепишем вот этот вот high, а это будет уже примерно 100 с чем-то тысяч долларов или 200, понимаете? Поэтому вот такие вот мысли. Ну и в общем-то да, как мы видим, масса adoption крипты еще даже не на уровне 2017 года тоже. То есть мы только-только начинаем расти. И я напоминаю, что всю эту краткосрочную среднесрочную волатильность вы можете прекрасно отторговывать на наших любимых биржах Femex, Bybit, Binance, PrimeXBT. Ссылки на которые в описании вы найдете под этим видео. Также лучшие обменники, на которых можно поменять крипту на Fiat, CryptoExchange. Офигенный обменник. Здесь есть и Тинькофф, и Сбер, и другие платежные, и Dash, и Zcash, и Manner, и все, что хочешь. Тезер, TRC20. Вот. Ну а на лучших биржах вы можете торговать всей этой волатильностью, краткосрочной и среднесрочной. На Bybit вот у меня открыты ланги по биткоину, Ripple и Dash. Все в хорошем плюсе. Плавно разгружаюсь. На Femex тоже биток, Bitcash. Золото на выходные закрываю. Плавная разгрузка, ребята, решает. Ставите ведра, и они исполняются. Потому что иначе никак. Руками просто не выйдите сами. Это проверенная история. Вот у меня, например, на Binance авторазгрузка по Dash стоит. Смотрите, уже 1,5 часть позы разгрузилась, спекулятивная. И если дойдет вот сюда до 138, то разгрузится еще где-то половина позы. И это очень удобно, потому что плавная разгрузка решает, короче говоря. Все ссылки на биржи вы найдете в описании с дополнительными плюшками и ништяками для вас. Ну и также наш телеграм-канал и наш второй канал в YouTube. Обязательно подпишись, чтобы не пропустить коллаборацию Майкла Сейлора с Джеком Дорси сегодня вечером. Ну, а у меня на этом все, ребят. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк. Всем профитроли. И до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok